Весна красна, весна царевна, Весна царевна, Весна царевна, Весна царевна. Украинцы со всего севера Молдовы собрались в Бельцах, чтобы отметить день вышиванки, который проходит каждый третий четверг мая. Этот национальный костюм объединяет не только украинцев, но и всех любителей культуры соседней страны. Он напоминает о корнях и традициях. Эту вышиванку подарила мне мать. Я долгое время прожил в Киеве. Я не попросил на подарок вышиванки, которая бы имела кольори Киева, Киевской области. Эта вышиванка имеет такие кольори, она мне нравится, она мне за кордоном напоминает мою батьковщину, милую, там, где я проживаю. Меня зовут Настя, я приехала из России. Я ее приобрела в Единцах. Мне очень нравится вышиванка, нравится платье, юбки. И я сегодня случайно ее надела, и я не знала, что праздник. Вышиванка Маргариты, которая порадовала собравшихся стихотворениями, является памятной вещью. Эта вышиванка мне подарила хрестная мама на день народжения. Это у тебя первая вышиванка или уже была до этого? До этого уже была вышита не бисером, а просто вышита нитками. Это мистецкий вытвер, в ней краса и каска, в ней души наснага, материнская ласка. Кольоры сплелися в ней, узоры и квиты, что были счастливы и смеялись дети. У каждого региона свой собственный стиль вышивки, однако это не разделяет, объединяет украинцев в одну большую семью. В нашем ліцею есть танцевальная группа, которая танцует в нашем национальном одежде. И мы сегодня привезли наших детей на наше святое вышиванки. Мы из Прыжкань, Нагоряни, ліцея имени Константина Поповича. Мы приехали навестить, поздравить всех с Днем вышиванки. Мы очень рады. Моя сорочка-вышиванка, кипащий лето, как краса. Моя сорочка-вышиванка, не тут народу воскреса. В этот день вышиванку надевают на работу и учебу вместо обычной одежды. Конечно же праздник не мог обойтись без песни «Червона рута», ставшей известной благодаря исполнению Софии Ротару. «Червону руту не шукай вечорами, у мене єдина ціпи. Повір, то твоя врода, то ли чистая вода, то ли быстрая вода всі». Мы взяли эту вышиванку, мы её купили. Мне мама помогла её украсить, чтобы она стала ярче. Мы вышли бисером и она стала очень выделяющейся. К дню вышиванки приурочена выставка фотоконкурса «Очимя молоди», которая будет проходить до конца мая в здании украинской общины Попушкина 31. «Это работа студентов нашего университета, которые объединились в молодёжную организацию «Посибилетать Амя», «Моя возможность». И вот они буквально до сегодняшнего утра закончили эту красоту, которую мы можем лицезреть». В этом году День вышиванки совпал с днём депортации крымских татар, которые, к сожалению, на оккупированном полуострове снова подвергаются гонениям со стороны российских властей. Также сегодня выполнился 79 лет с сумной даты, это 18 травня 1944 года, начало депортации крымско-татарского народа. Тогда радянский режим, за надуманными обвинениями в сприянии нацизму, десятки тысяч людей вывез в Центральную Азию детей, женщин, человек, были гонения, заборонилась крымско-татарская мова, исповедование религии. Всемирный день вышиванки зародился в 2006 году в стенах Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Он появился благодаря инициативе студентки Леси Воронюк.